Да, я вас приветствую и передаю вам слово. Здравствуйте. Меня хорошо слышно, видно? Да, все хорошо. У меня почему-то появляется надпись иногда про нестабильное соединение, поэтому спрашиваю. Ну так вот, сегодня у нас вебинар называется «Разрабатываем свой электронный учебный курс в LMS Moodle». LMS это сокращение от английских Learn Management System, то есть система управления обучением. И поэтому прежде всего надо понять вот это вот, что значит система управления обучением и чем она отличается от обучающей, какой-то коммуникационной платформы типа там Proconfo или Proof.me. Вот, поэтому вот прежде всего мы будем раскрывать вот это, для чего предназначен Moodle и зачем он нужен. Ну, начнем с того, что мы с вами, так получилось, что мы живем в информационную эру. Вот, информационная эра наступила тогда, когда информация стала ресурсом. Ресурсом она стала тогда, когда стала отчуждаемой от носителя. То есть, когда появились легкие способы, быстрые способы передачи информации, хранения информации, коммуникации и так далее. И вот с этого момента информация стала ресурсом, потом она стала продаваться, потом она стала оружием и так далее. То есть это сейчас уже полноценный ресурс, который можно использовать в совершенно разных областях и совершенно разным назначением. Теперь, следующее, что мы с вами должны разобрать, это то, что информационная технология. Соответственно, когда информация стала ресурсом, у нас появилось понятие информационной технологии, как процесса, который использует совокупность средств и методов обработки и передачи первичной информации для получения информации нового качества. То есть информация, теперь информация используется для информации. И поэтому у нас с вами в рамках темы курса, в частности, мы будем рассматривать, рассматривать, например, каким образом то, что тот контент, который создает студент, можно использовать для анализа цифрового следа, как с этой информацией работать. То есть у нас с вами наступило время, когда информация используется для получения новой информации. И, соответственно, цель информационной технологии – это производство информации для последующего анализа и принятия решений. Вот, поэтому этой же цели, под эту же цель, соответственно, подходит и наша обучающая система. И вот здесь вот я привел график. Здесь видите график производства контента, который растет, пока что не видно, что он выходит на стадию насыщения. То есть создается огромное количество сайтов, создается огромное количество информации. Производится контент, и вы, в принципе, как преподаватели, которые будут создавать свой учебный курс, вы тоже включаетесь в этот процесс и создаете свой контент, которым будете наполнять курс. Следующее, что мы должны четко понимать, принцип, что обучение – это коммуникация. И здесь опять мы можем провести четкую грань между электронной, между системой управления обучением и системами коммуникационными, коммуникационными платформами, которые часто есть Zoom там и так далее. Значит, первое, на первом рисунке, что мы с вами видим? Мы с вами видим прямую коммуникацию между педагогом и учеником. С развитием электронных технологий стала возможна синхронная коммуникация на онлайн-платформах. Когда онлайн-платформа объявляет дату какую-то, и в согласованное время на эту платформу выходят и общаются между собой преподаватель и слушатели, и преподаватель им начинает какую-то рассказывать информацию. Эта информация может быть записана, может быть записана, но все равно это не будет системой электронного обучения. Это будут просто электронные ресурсы, которые записаны. Вот. Система электронного обучения, она сочетает в себе все вот эти вот, все вот эти варианты, когда у нас, во-первых, есть синхронная коммуникация, то есть мы вот как сейчас участвуем в вебинаре, когда у нас есть асинхронная коммуникация, то, что вам Павел говорил, что вы заходите на сайт наш Директ Академии, и там увидите уже тысячу записей вебинаров. Вот. Что это огромная база знаний. И вот теперь, когда вот этот ресурс накоплен, появляется необходимость в том, чтобы этим ресурсом управлять. И для этого как раз были разработаны вот системы управления обучением. Они были разработаны для управления теми информационными ресурсами, которые сейчас накоплены. И обучением, и для управления процессом обучения, информационными ресурсами управления процессом обучения. Значит, ну не надо думать, что, тут вот есть небольшая историческая ссылка, не надо думать, что, собственно, вот дистанционное обучение, применение каких-то технологий, помимо вот такого живого общения, возникло в нашем 21 веке. На самом деле это все возникло достаточно давно. Есть вот пример еще в 1728 году, когда некий Калеб Филиппс разместил в бостонской газете объявление о наборе студентов на свои курсы с кинографией и бухгалтерии. И он сообщал, что все граждане, желающие получить навыки, могут быть обучены так же прекрасно, как если бы они жили в Бостоне с помощью нескольких уроков, еженедельно представляемых по почте. То есть вот тогда была почта, тогда можно было написать письмо, отправить его респонденту, и таким образом педагогическая коммуникация, она все равно проходила. То есть нельзя сказать, что вот в принципе что-то как бы в самой идее дистанционного обучения, какого-то электронного обучения заложено что-то новое. Оно, в общем-то, где-то всегда было, сейчас просто это приобрело достаточно большой размах. Вот, потом появились средства, когда можно было повысить скорость связи, например, вот применялись уже давно в Австралии, в 60-е годы обучение по радио, применялось с помощью радиосвязи. А вот это ускоряло, конечно, процесс обучения, вот делало его более динамичным, более быстрым. Поэтому исторические предпосылки для всего этого были. Вот, теперь мы перейдем, давайте, собственно, к чему, к обучению. Дело в том, что обучение, ну это я стандартное определение беру, что обучение это целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по владению знаниями, умениями, навыками, развитию творческих способностей и нравственно-этических взглядов. То есть здесь подчеркивается то, что процесс целенаправленный. И если этот процесс целенаправленный, то, соответственно, нужно, чтобы этим процессом, во-первых, была поставлена цель в этом процессе, и во-вторых, чтобы этим процессом кто-то управлял, чтобы появился кто-то, который ввел к этой цели. Вот, и с этой точки зрения обучения у нас с вами появились, появились, появилось новое понятие педагогическая технология. Педагогическая технология – это специальный набор форм, методов, способов, приемов, обучения, воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. И вот здесь, самое важное, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата. То есть сейчас уже процесс обучения настолько технологизировался, настолько он стал технологичным, что мы стали уже говорить о том, что мы всегда достигаем в ходе этого процесса прогнозируемого образовательного результата с какой-то допустимой, запустимой нормой отклонения. То есть с момента, вот, чем отличается проникновение информационных технологий, когда сложились предпосылки, что информация стала ресурсом, когда появились коммуникационные технологии, то ситуация стала такой, что мы можем говорить о том, что у нас появились педагогические технологии, которые требуют достижения образовательного результата уже заранее прогнозируемого. То есть не процесс какой-то интерактивного общения, который неизвестно куда заведет, а уже рассматривается на уровне технологии с требованием достижения образовательного результата. Вот, это принципиальный момент, который отличает все предыдущие подходы от теперешнего технологического подхода к обучению, к процессу обучения. И, соответственно, раз получилось, раз сложились такие предпосылки, то возникли системы управления обучением. Система управления обучением – это программное приложение для администрирования учебных курсов в рамках дистанционного обучения. То есть мы с вами, ну, здесь написано не только дистанционного, то есть, может, в рамках дистанционного обучения. То есть, когда у нас коммуникация проходит через электронные средства какие-то, и когда у нас есть ресурсы, и когда у нас есть информация как ресурс, когда у нас есть средства, которые обеспечивают коммуникацию между сторонами педагогического процесса, когда у нас появилась, как обязательный фактор, у нас появилась цель педагогического процесса, когда у нас появилось требование технологии, то есть, обязательного достижения результата педагогического процесса, на который мы ориентированы. И эти все составляющие привели к тому, что потребовались системы управления обучением. И исторически вот первым получилось так, что Moodle стал первой успешной коммерческой системой по управлению обучением. Да, кстати, скажите, вот у меня время от времени тут надписи появляются, что плохо слышно, или там какой-то интернет плохой. Нормально все, нет никаких перерывов. Ну ладно, все хорошо тогда, хорошо, ладно. А то меня это немножко смущает. Перерыв был, да? Вот. Так вот, мы остановились на том, что системы управления обучением, они стали востребованы, и создался такой новый класс программного обучения информационных систем, которые называются системы управления обучением. Значит, если мы рассмотрим... А, это да, тут ссылка на статью, в которой рассказывается про... Как раз обсуждается этот переход с позиции кибернетики. Ну, вы знаете, что такая есть наука кибернетика, которую придумал знаменитый ученый Норберт Винер. Вот. Кибернетика – это наука об управлении и управляющих процессах, о связи. И мы говорим, что здесь рассматривается педагогический процесс с точки зрения традиционный педагогический процесс, когда у нас есть прямая коммуникация между учеником и слушателями, и преподавателем. И педагог, у которого в голове где-то там сформулирована эта цель управления, вот, он, так сказать, целенаправленно ведет своего ученика к тому, чтобы он овладел какими-то навыками или какими-то знаниями. Если мы переходим к современному уровню, то мы получаем примерно ситуацию следующую, что у нас отделен процесс коммуникации, я уже говорил, между преподавателями и учеником. У нас находится компьютер, на котором находятся информационные ресурсы, на котором хранятся вот эти вот технологии, которые мы будем использовать для обучения. Здесь вот стрелочка, видите, что ИКТ – информационно-компьютерная технология для обучения, и стрелочка, что компьютер содержит все обучающие материалы. И особенностью этого подхода является то, что и управляющее воздействие, и информация об управлении, она принимается и обрабатывается компьютером. То есть, что это значит? На примере простого теста у нас есть, мы предлагаем, как управляющее воздействие для проверки знаний у ученика, ему ответить на вопросы теста, когда он отвечает на вопросы теста, вот это будет информация об управлении, она поступает в компьютер, и, соответственно, там производится обработка. То есть, педагог у нас теперь, преподаватель, он у нас как бы опосредованно участвует в этом процессе, то есть, он создает какие-то информационные ресурсы, заполняет ими соответствующие гаджеты, и после этого уже начинается педагогическая коммуникация, уже обучающий как бы находится под управлением, находится под управлением вот этих электронных гаджетов. Это кибернетический взгляд на систему управления. Вернусь вот к предыдущему слайду, вот тут вот есть эта статья, которая была когда-то опубликована, и он тут обосновывался, почему такая ситуация имеет место быть. Вот, и как только мы с вами договорились, что у нас вот это вот управление процессом обучения, целеполагание, и процесс, целеполагание, кстати, здесь осуществляет преподаватель, поскольку он создает электронный учебный курс, он этот, вот, то как бы целеполагание создает преподаватель, а компьютер здесь уже рассматривается как звено, которое необходимо для того, чтобы вот эту цель выполнить, достичь заданной цели. И из этого следует достаточно много, опять же, выводов относительно того, что такое электронный учебный курс, как он понимается, и зачем он нужен в системе управления. Значит, я лично, то есть это моя личная авторская точка зрения, вот, я считаю, что поскольку управление в этой системе обучающей осуществляется компьютером, то мы рассматриваем достижение курса, сам электронный учебный курс мы рассматриваем как алгоритм, как алгоритм, по которому обучается студент. То есть компьютер содержит все учебные материалы, и поэтому электронный учебный курс – это алгоритм обучения для студента. То есть когда мы с вами проектируем электронный учебный курс, то мы в голове проектируем, как студент будет по нему учиться. И поскольку мы проектируем, как будет происходить это обучение, то сам электронный учебный курс мы можем рассматривать как алгоритм. То есть студент должен провести какие-то, разбить, мы материалы разбиваем по темам, и студент производит какие-то действия в соответствии с тем, как мы спроектировали процесс обучения, как мы предполагаем, что он будет происходить. Ну, для того, чтобы было понятно, что такое алгоритм, мы скажем, что алгоритм – это понятие, которое, опять же, заимствовано из математики и из кибернетики. Происходит оно от имени арабского математика Аль-Харезми, и которое представляет собой совокупность точно заданных правил решения произвольного класса задач или набор инструкций. Набор инструкций или набор точно заданных правил, или набор инструкций, описывающих порядок действий, в исполнителя по решению некоторой задачи. И фактически у нас так и получается, что мы рассматриваем нашего студента, который слушателя, который пришел на курс, как исполнителя, который будет исполнять наши инструкции, фактически. Инструкции мы ему даем разным способом. Мы выкладываем презентации, мы выкладываем электронные учебные курсы и ждем от него определенного ответа на то, что мы ему дали, на ту информацию, которую мы ему дали, которую выложили. И он должен дать на нее определенный ответ. Фактически это и есть понимание того, что электронный учебный курс является алгоритмом. По сути дела мы проектируем алгоритм, электронный курс как алгоритм, по которому должен действовать студент. И это еще такой подход, он еще полезен тем, что мы понимаем теперь, как зафиксировать результаты интеллектуальной собственности. То есть, когда мы с вами создали электронный учебный курс, мы понимаем, что это электронная, что это алгоритм, и наша интеллектуальная собственность представляет собой вот этот алгоритм по прохождению электронного учебного курса. И в принципе его можно так и описывать, и с этой точки зрения рассматривать, что мы спроектировали определенный обучающий алгоритм, по которому студент будет последовать, найти и, соответственно, получать какие-то знания и какую-то информацию. Ну, тут меня, конечно, вот спрашивают, а конкретней, да? А как это вот будет? Оказывается, это очень просто. Оказывается, это просто, потому что у нас с вами есть тематический учебный план. И у нас в тематическом учебном плане мы всегда привыкли традиционно писать, как преподавателей, которых заставляют, у которых есть вторая половина рабочего дня, которую он должен посвящать методической работе. Не знаю, как вам это, мне уже, честно говоря, это методическая работа. Ну, ладно. Вот. И в рамках методической работы мы с вами пишем учебные планы, рабочие программы и все остальные необходимые документы. И в тематическом учебном плане у нас написано тема 1, содержание, и мы пишем там, в теме 1 будет то-то, то-то, то-то. Тема 2. Тут вопрос, что информация про LMS Moodle, будет, будет ли. Да, я немножко расскажу про вас. Конечно, сейчас чуть-чуть еще и расскажу. Мы перейдем к обсуждению структуры учебного курса, который, поэтому там определенная информация будет. Вот. Но она не будет очень подробной, потому что, если хотите подробную информацию, то там подробно можно будет разобрать только в рамках этого обучающего курса. Вот. И мы с вами раскрыли содержание темы. Вот. А потом мы непосредственно переходим к алгоритму. Значит, каждая тема у нас заменяется на шаг алгоритма. Содержание, в качестве содержания, вместо содержания мы пишем выполнить действия. Выполнить какой-то набор действий, перейти к шагу 2. это тема 2. Снова выполнить какие-то действия и снова перейти к следующему шагу. Вот фактически, как бы, тематический учебный план, он фактически один в один перекладывается в алгоритмическую структуру. И в рамках алгоритмической структуры, в рамках этого алгоритма мы создаем и проектируем учебный курс. Теперь, что из себя представляет маленькая вот эта единица, которая здесь была на слайде выполнить действия. Вот здесь выполнить действия, она представляет из себя следующее. Мы считаем, то есть, это типичный шаг алгоритма. Предоставить информацию студенту, получить обратную связь, принять решение, освоен материал или нет, и принять решение допустить слушателя к следующему шагу. Можно ли именно вопрос, именно про мудлы, про практику его применения? Давайте поговорим, почему нет. Ну, просто практика применения, она не, как бы сказать, для понимания практики применения, надо понимать его возможности. А чтобы понимать возможности, вот мы должны немножко тут про практику. Ну, я сейчас тут тогда быстро пройду это. Значит, типовые элементы для выполнения действий. Мы можем предоставить информацию, для того, чтобы предоставить информацию, у нас в мудле есть следующие элементы. У нас есть элемент файл, который называется, мы туда можем вложить презентацию, можем вложить какой-то файл PDF, какой-то учебник, методическую методическую или еще что-то. У нас есть элемент страница, вот, куда мы вкладываем, куда мы, собственно, вставляем текст. Вот, у нас есть элемент книга, куда мы вставляем, создаем такой краткий конспект чего-то. Вот, у нас есть элемент лекция, лекция у нас в Moodle это самый сложный элемент, в нем есть как текстовая информация, так и вопросы тестовые, и в зависимости от вопросов, которые, которые есть, которые мы задаем, мы можем программировать траекторию прохождения этой лекции. То есть, если студент не ответил на какой-то вопрос неправильный тестовый, мы можем его повторно вернуть к этой странице или вернуть к предыдущей странице, то есть, мы, это в прямую как раз лекция, в прямую вот как раз показывает те возможности алгоритма, про которые я рассказывал. Она прямо содержит в себе определенный алгоритм. Вот, есть глоссарий, можно создавать, причем глоссарий можно использовать в двух вариантах, чисто как глоссарий, так и проверочное средство. Вот, можно создать подкасты, ролики, семинары. Для получения обратной связи у нас есть элементы форум, есть элементы задания, есть элементы семинара. Форум, да, кстати, еще вот я хотел вернуться и к вопросу о том, можно ли именно промудлы практику его применения. Вот, если вы хотите вопросы по практике его применения, ну, лучше бы вы сами еще какие-то вопросы задали, которые вас интересуют, я вам в конце на них отвечу. Значит, что такое форум? Форум в мудле это элемент, который содержит множество возможностей, его можно использовать как просто форум для обратной связи, а я его использую как контрольное средство для получения отклика студента по заданной теме, в нем можно выставлять оценки, можно сделать, чтобы студенты делали групповые задания в этом форуме. Вот, есть элемент задания, форум и задания, они отличаются друг от друга тем, что форум это элемент, в котором все студенты видят ответы друг друга, а задание это элемент, в котором студент видит только свое задание переписку, коммуникацию с преподавателем, то есть посторонним это недоступно. И в зависимости от того, как вы смотрите на педагогический процесс, вы можете использовать либо тот способ, либо другой. То есть либо если вы считаете, что когда студенты смотрят работы друг у друга, это их мотивирует, тогда вы можете использовать форум. Если вы считаете, что студенты будут друг у друга списывать, то можете использовать элемент задания. Следующий элемент для получения обратной связи самый сложный, он программируется, это элемент, который называется семинар. В рамках этого семинара студенты сначала сдают свои работы, потом проходит фаза оценивания, они могут оценивать работы друг у друга. Будут ли скриншоты примеров этих элементов в самой платформе Moodle? Не очень понятно, зачем вам скриншоты, потому что вот я в курсе, дело в том, что эти элементы, они достаточно сложные, и просто так вот их в виде скриншотов представить можно, но смысла большого нет, что тот же вот скажем тест, там у тебя в курсе целая тема посвящена тестам, потому что там множество способов организации вопросов, множество вариантов организации вопросов, даже та же лекция, про которую я говорил, что это набор страниц, которые связаны между собой алгоритмом прохождения, туда вставляют тестовые вопросы, вот, ну, скриншотами тут как-то сложно достаточно это объяснить, вот, лучше непосредственно записываться на курс и вот на этом курсе, во-первых, я показываю, как пользоваться этими элементами, как они программируются и настраиваются, и плюс к этому вам дается вам дается возможность собственного учебного курса, где вы можете поковыряться и значит, себе эти элементы посоздавать с ними попрактиковаться. Ну, можно какой-нибудь скриншот будет потом показать, вот, но он даст самое такое общее представление об этом. Вот, дальше, значит, глоссарий тоже можно использовать для получения обратной связи. Дальше классическое решение это тест. тест это богатейшие возможности в Мудле, там, наверное, штук 10, если не 15 разных типов вопросов, которые включают в себя выбор из один выбор из множества вариантов, множественные выборы, выбор последовательности слов, ставку пропущенных слов, генерацию, случайную генерацию чисел по заданной формуле, для того, чтобы студенты могли свои поставить туда вычисления, вот, там очень много типов. Значит, на площадке можно давать один доступ для группы людей, к примеру, на семинар. Нет, если на курс записывайтесь, то каждому будет предоставлен индивидуальный индивидуальная я ее называю песочница, вот, для того, чтобы вы могли уже индивидуально там попрактиковаться. Вот, но если хотите, можно, так сказать, если вы договоритесь, можно сделать групповое обучение, чтобы какая-то группа совместно проектировала этот курс. Дальше, следующее, принять решение, допустить к следующему шагу или нет, это достигается настройками темы. В каждой, в каждой теме в Moodle есть своя система настроек, и вы можете ограничить эти настройки в зависимости от даты, от группы, которая обучается, от выполнения тех или иных элементов, которые необходимы в рамках этой темы и так далее. То есть, вы получаете полностью такой алгоритм, по которому у вас студент начинает, ваш слушатель начинает обучаться. Значит, как связывать, вот здесь как раз этот файл и есть, как связывать между собой темы. Значит, тема, когда завершается, у нее проводится проверка, можно поставить условие, условие, по которому принимается решение, что эта тема завершена, вот, и условия тут можно студента дальше пропустить в следующей теме, вот, есть условия по дате, по профилю пользования, по выполнению контрольного элемента, можно полностью отключить эти проверки, иногда, так сказать, эти проверки все полностью отключают, но это вопрос такой не очень простой и выходящий за рамки Moodle, потому что техническая возможность такая есть, то есть предоставить сразу всю информацию студенту, чтобы он какие-то мероприятия выполнял, но вот у меня в прошлом году я обычно делаю последовательно всегда курсы, чтобы открывался следующий после того, как выполнен предыдущий, ну и в прошлом году я поддался на уговоры, снял все эти ограничения, открыл доступ ко всему, в результате у меня получился следующий эффект, когда студенты вместо того, чтобы последовательно выполнять каждое задание, они там последовательно выполняют, а в конце должны все задания собрать и написать итоговый отчет. Они, конечно же, сделали так, что стали все писать сразу итоговый отчет, вот, собственно, не выполнив до конца задание, которое им предлагалось, вот, итоговый отчет все быстренько понаписали и посчитали, что они, в общем, все по этому курсу сделали, поэтому это техническая возможность есть такая, но, значит, как пользоваться, это зависит от того, как вы проектируете процесс обучения. Значит, теперь немножко об учебном курсе. У нас, значит, полный объем 72 часа взаимодействия слушателей с помощью интерактивных элементов, там можно через форум взаимодействовать, плюс предусмотрены вебинары, которые проходят 2 часа в неделю и будут доступны на постоянной основе. В курсе 10 тем материалы можно сохранять по желанию пользователя. Да, в Мудли, что ли, да, вот вопрос, есть журнал оценок, в Мудли, да, есть журнал оценок, он настраивается в зависимости от того, как вы настроили шкалу оценок, в зависимости, не совсем понял, кого, куда вы грузите. Журнал оценок, куда, ну, там есть, конечно, экспорт, функция экспорта, конечно, там есть в этом журнале оценок. Можно в Excel, можно в формат УДТ текстовый, да, они выгружаются. Вот, материалы курса можно сохранять, есть 10 практиков по числу тем, то есть, я придерживаюсь такого, такого принципа, что если какая-то, какое-то задание получено, то есть, какая-то информация получена, мы должны получить отклик, поэтому предусмотрено 10, 10 практикумов, которые необходимо выполнять. Настраиваются оценки или проценты по успеваемости, может быть, и то, и то, в зависимости от того, как вы настроите, вы можете настроить на оценки, можете настроить на проценты, вот, это, так сказать, дело техники, вот, смотря, какую вы шкалу оценок поставите, и у каждого элемента, а потом все эти шкалы оценок соберете и получите итоговую оценку. Значит, тема первая, ну, тема первая, это вводная часть, значит, здесь вот такая лекция, как раз, она, может быть, более подробно отчасти повторяет что-то из того, что я сказал, вот, но самое главное, что там еще рассказываются принципы разработки, разработки Moodle, поскольку в основе, в основе этой разработки лежат определенные принципы, которые ее создатель заложил, и для того, чтобы программировать, создавать этот курс, надо понимать эти принципы, которые там заложены, чтобы сделать процесс обучения более современным, и все эти принципы, они, как бы, определяют форму, определяют форму, определяют отчасти содержание электронного курса, вот, и эти принципы надо понимать. Следующее, и, соответственно, вот, практическое задание, там работа с глоссарием. Я, кстати говоря, забыл еще сказать в списке элементов, что там можно установить дополнительные элементы, и есть элемент, который называется словесные игры, туда и там в составе этих словесных игр есть такая штука, которая называется кроссворд, вот, и просто пользователю предлагается решить кроссворд, это так, ну, это делается в рамках геймификации, такая, такой способ немножко, немножко сделать обучение более игровым и менее таки, вот, менее сухим это обучение, чтобы заинтересовать как-то пользователя, ну, и посмотрите, что такое работа с глоссарием в рамках, в рамках мудла, то есть, для того, чтобы создать кроссворд по теме, нужно, нужно вначале создать глоссарий, и на основе, на основе этого глоссария создается, можно, можно представлять результаты в виде набора словесных игр, классический кроссворд, там, виселица, помните, такую игру в детстве, может, была, вот, ну, и там еще несколько вот таких вот игр, это делается для того, чтобы более легким сделать, более привлекательным обучение, потом идет тема вторая в этом курсе, здесь рассматривается педагогический дизайн электронного курса, сейчас у нас множество появилось разных, я сейчас перестал следить уже там за этим рынком, но одно время появилось множество педагогических дизайнеров, которые стали рассказывать о своих способах проектирования курса и так далее, вот, но я здесь привожу свою, опять же, авторскую трактовку этого понятия, как оно проектируется, вот, в основном делается упор на разработку концепции, я считаю, что основой, основой хорошо спроектированного курса, прежде чем спроектировать хороший курс, надо хорошо продумать, тщательно продумать, для того, чтобы тщательно продумать, у нас предлагается концепция, вот, предлагается, соответственно, шаблон для концепции, на основании которого эта концепция пишется, вот, как пишется, как писать педагогическое, техническое задание на разработку, обсуждается, как техническое задание писать, и, собственно, Для проектирования курсов я считаю, что лучшим формальным языком, лучшим формальным языком, лучше которого никто ничего не придумал, по сути дела является языком универсального моделирования, УМЛ, и та часть его, которая посвящена описанию прецедентов. Потому что, собственно говоря, выполнение каждого элемента курса это, по сути, прецедент. И от того, как мы описали этот прецедент, как мы его запроектировали, насколько мы его продумали, собственно, у нас и будет работать весь алгоритм в целом. Ну и последний, конечно, вопрос, который там обсуждается, последний вопрос, это достаточно тема такая темная, вот, как все связанное с разработкой IT продуктов, это оценка трудоемкости. Оценка трудоемкости, разработки курса, это, так сказать, ну, тема она, это сложная тема, которая не имеет однозначного решения, вот, потому что, как правило, реалистичные оценки трудоемкости, разработки курса, они, конечно, сильно отличаются от тех сумм, которые готовы нам руководствовать. заплатить, вот, я это знаю по собственному опыту, поскольку у нас действует в УЗИ экспертиза, я вхожу в экспертную комиссию, которая оценивает, оценивает качество электронных курсов, вот, и, соответственно, сколько за курс, разработанный в соответствии с нашими корпоративными стандартами, с нашими корпоративными стандартами платит администрация. А я вам сказал, что, опять же, почему вот эти разговоры про алгоритмический подход к электронному курсу, про вот эти шаги, они же не являются просто абстрактными такими умствованиями на эту тему, а они потом обуславливают конкретный совершенно результат. А конкретный результат этот выражается в том, что пишется корпоративный стандарт, корпоративный стандарт требования, которым должны соответствовать электронные курсы. И там, соответственно, вот из вот этого алгоритмического подхода туда переходит ряд правил. Например, правило о том, что если в каждый курс разбивается на темы, что если вы в каждой теме дали какую-то информацию, вы должны получить отклик в виде задания. И мы, соответственно, уже в курсе это проверяем. Вот курс разбит на темы. Значит, в каждой теме есть какое-то задание, которое должен выполнить и так далее. То есть я хочу сказать, чтобы вы не воспринимали вот эти вот разговоры про алгоритмические подходы и про все прочее как некие абстрактные умствования. На самом деле, вот это потом все приводит к тому, что закладывается в корпоративный стандарт определенное требование по написанию курса. Ну и здесь вот в качестве практикума требуется разработать концепцию курса. Вот можно написать какой-нибудь прецедент по прохождению элемента этого курса. И на этом эта тема заканчивается. Следующая тема, которая называется «Общая структура курса». Там рассматриваются пользователи и их роли. Система управления правами доступа. В Мудле большая сложная система управления правами доступа. Там есть права доступа для гостя, для студента, для преподавателя. Там целая такая иерархия управляющих систем, иерархия прав. В зависимости от этих прав, кому-то запрещены, кому-то разрешены определенные действия. Кроме того, рассматривается... Там есть система курсов и категорий. То есть, курсы все в конечном виде представляются в виде такого дерева, к которому мы, в общем-то, уже привыкли теперь в информационных системах. Такой набор папок. И дальше потом рассматривается структура этого учебного курса в Мудле. Система настроек учебного курса. Вот. Правила хорошего тона, что я называю. Ну, я их... Почему называю правилами хорошего тона? Потому что, во-первых, они вот взяты из общего вот этого алгоритмического подхода. Плюс к этому я, поскольку участвую в конкурсах, время от времени каких-нибудь на разработку электронных учебных курсов, и смотрю те корпоративные стандарты, которые там есть. Вот. Чтобы собрать свои общие требования, создать свой общий корпоративный стандарт по разработке учебного курса. Ну, и потом в качестве практики, вот вам, вы будете закреплены за своим... Вам будет предоставлен определенный такой пробный курс, в котором вот потребуется оформить шапку. Верхнюю часть курса и требования, которым... в соответствии с теми требованиями, которыми она должна удовлетворять. Следующая тема – это коммуникации со слушателем. Мы рассматриваем... Поскольку вот я говорил, опять же, что у нас двухшаговый процесс, мы передаем информацию, вот, то, соответственно, рассматриваем элементы для передачи информации. То есть, как осуществляется коммуникация со слушателем, как делается передача информации, какие элементы для передачи есть. Мы с вами уже про них отчасти говорили, что это файл, страница, книга, лекция, глоссарий. Глоссарий – тоже очень такой интересный элемент в Мудле, поскольку его можно использовать в нескольких вариантах. Можно чисто глоссарий, можно как элемент для передачи, можно как элемент для контроля информации. Вот, и, соответственно, блок-схема для проектирования лекции, каким образом можно проектировать алгоритм по лекции, по прохождению элементов, как вставлять туда в лекцию элементы тестовые, как потом проектировать в зависимости от того, как студент ответил на тот или иной вопрос, проектировать пути дальнейшего прохождения курса. Вот, ну, это, я не знаю, даже, вот, по практике, я даже с трудом представляю себе случай, когда, то есть лекция – это настолько мощный, сам по себе, вот, настолько мощный, настолько мощный элемент, что он полностью в этих функциях, он может заменить собой тему. То есть он настолько мощный и самодостаточный, вот, что можно всю тему заменить, как бы, вот, одним элементом, и в его рамках всю, всю, весь этот цикл провести. Вот, и поэтому сейчас мы как-то пришли к более простой схеме, когда мы все-таки используем все вот эти более простые элементы, а для получения обратной связи используем вот те возможности, которые там есть. Ну, и в качестве практикума здесь предусматривается создание каких-то собственных элементов. Это может быть файл, страница, книга, лекция, глоссарий. Вот, можно попрактиковаться в создании тех элементов, с помощью которых информация подается студенту. Следующая тема – это второй шаг этого алгоритма, это обратный шаг этого алгоритма, коммуникации со слушателем, каким образом мы можем получить от него обратную связь. Здесь можно тоже несколько выделить элементов в Moodle, которые будут показывать, как получается обратная связь. Здесь уже есть задание, форум, есть анкета, можно тот же глоссарий использовать для получения обратной связи. Значит, я уже говорил, что задание – это элемент, в котором вы… Это личный элемент для личностной коммуникации преподавателя со студентом, в котором этот процесс коммуникации недоступен посторонним. Хотя в его рамках можно организовать и групповую работу. То есть, группа может оформить задание совместно и его выложить. Групповая работа – это вообще отдельная тема, там можно про нее тоже достаточно долго рассказывать, как организовать групповую работу в Moodle. то есть, это элемент индивидуальной коммуникации. А форум – это элемент для коллективной коммуникации. Когда вы создали какое-то задание и в рамках коллективной коммуникации все студенты предоставляют ответы, и ответы одного студента видимы для других студентов. В принципе, в теории, почему так сделано, потому что, в принципе, опять же, в принципах разработки Moodle там написано, что это основой разработки является принцип социального конструктивизма. То есть, сотрудничество студентов, которые обучаются на курсе. И поэтому, если вы, так сказать, встраиваетесь в педагогическое воззрение, тогда, соответственно, вам надо принимать решение, как у вас группа в целом обучается, она пользуется принципами социального конструктивизма или нет. Следующий элемент – это анкета. Анкета – это элемент хороший в том плане, что мы… Я рекомендую, опять же, ее использовать в двух. Во-первых, у нас в любом с вами профессиональном курсе, где кто-то писал профессиональные программы на получение образования, там есть такое понятие входной контроль. Входной контроль и выходной контроль. И, скажем, вот для этого удобно использовать анкету. Вот. Можно анкету использовать с теми же вопросами, можно анкету использовать не с теми же вопросами, можно там подобрать состав вопросов, но, по крайней мере, вот, значит, анкета – это входной контроль. Потом есть такая штука, например, которую мы стремимся воспитать, это компетенции, да. Вот. Я, например, делаю в каких-то курсах, например, такую анкету по самооценке компетенции. Самооценка делается компетенцией студентами, можно посмотреть вначале, можно посмотреть в конце. То есть, вот эти… Я уже говорил, что Google – это система управления обучениями, и она, в принципе, используется вот в рамках такой штуки, которая называется доказательная педагогика. То есть, мы должны не просто что-то проектировать, вот, а мы должны доказывать, что наше обучение, оно действительно приводит к заданному результату, и вот в этом смысле хороший инструмент такой – это анкета. И здесь, соответственно, есть практикум создания собственных элементов, типа задания, форум-анкета. Следующая – это отдельная огромная тема тоже, это тесты. Я даже там за полтора часа не всегда успеваю полностью рассказать, потому что там, я говорю, очень много вопросов, штук 15 разных типов вопросов. Вот, их надо уметь программировать. Во-первых, их просто надо уметь программировать, потому что это бывает достаточно сложно. А во-вторых, их надо уметь проектировать, потому что тестовое проектирование, тестовых вопросов – это тоже своя область. И поэтому вот мы рассматриваем тесты. Они, как бы, есть элемент, в Moodle есть элемент тест, и в Moodle есть, как бы, этот элемент тест обращается к банку вопросов и берет те вопросы из банка, которые вы сделали. То есть можно сделать фиксированный набор вопросов, можно сделать случайным, если вы там сделали большое количество, можно сделать случайную выборку для студента. Можно их там, разные типы вопросов есть. И поэтому мы, значит, рассказываем, разбираемся, как проектируют эти тесты, как создаются, как это выглядит потом со стороны студентов. И в качестве практику мы тоже есть такое создание собственных тестов. Можете там посоздавать, попробовать, посоздавать какие-то тесты. Вот. Следующая, следующая седьмая тема – это называется аналитика процесса обучения. Вот это как раз то, что мы смотрим там, тот анализ, который делается, то есть рассматривается, что такое цифровой след, какая аналитика, как создать журнал оценок, как отслеживать оценки по выполнению этого элемента, как их загрузить, как их выгрузить, как сделать, ввести в курс какие-то элементы геймификации. Ну, я уже про геймификацию говорил, когда мы с вами разговаривали про кроссворд. Разговаривали мы с вами про кроссворд. Вот это тоже элемент геймификации. Но в Moodle еще есть еще один элемент, еще одна система, которая позволяет вот этот процесс обучения сделать более таким увлекательным. Вот. Это процесс, который называется создание бэджей или значков. В Moodle вы можете, есть такая система, которая называется система значков или система поощрений. Вы можете создать свою систему поощрений студентам, но это будет виртуальная система поощрений. То есть, с одной стороны, она виртуальная, например, вы можете создать какие-то значки, которые можете добывать тем, кто раньше всего выполнит такое-то задание. Или тем, кто выполнит наибольшее количество заданий. Или тем, кто внесет наибольшее количество записей в глоссарий. Я говорил, что глоссарий можно использовать в двух ипостасях. И первое, это вы тогда даете в него информацию, а второе, ипостасях, когда студенты его сами могут дополнять, а вы оцениваете качество тех определений, тех терминов, которыми они наполняют глоссарий. Тут вопрос, доступ к Moodle платный или нет. Доступ к Moodle сам по себе Moodle это бесплатная система. Вы можете ее к себе скачать и установить на сайт при некотором небольшом умении. Есть у них система аренды. У них есть облако. Вы на этом облаке можете зарегистрироваться и соответственно создавать свой курс. вот мы пользуемся я лично пользуюсь сервисом Red.ru да это достаточно достаточно дешевый достаточно дешевый сервис потому что у них ну вот и на этом сервисе у меня есть некоторые навыки вот работы с этим я там развернул этот Moodle им пользуюсь вот сервис такой достаточно дешевый вот за год там порядка трех тысяч по-моему что ли может сейчас подняли эту самую минимальную плату и можете вот таким образом там то есть там какие-то минимальные навыки администрирования нужны вот но это все такая абсолютно реальная решаемая проблема вот и в рамках геймификации обучения вот здесь мне опять же ссылка на статью которая недавно вышла вышла статья которая называется опыт анализа цифрового следа студентов или москву вот можно посмотреть там достаточно хорошо написано значит спрашивают надо покупать хостинги да в дальмем можете не покупать но это будет просто такая сложная сложная длинная ссылка которую сложно запоминать вот хостинг обязательно надо купить а домен уже смотрите сами как если хотите просто чтобы ссылка была простой то значит вы купите себе и домен домен кстати тоже не так дорого стоит правда они имеют такую тенденцию если вы используете один и тот же домен несколько лет они будут вам повышать цену за него вот статья вот она интересна тем что там хорошо описана методика по сути дела там хорошо описана методика цифрового анализа цифрового следа и для чего она нужна вот можем потом как-нибудь поговорить на эту тему что получается в результате анализа цифрового следа дальше следующая тема тема восьмая это настройка системы компетенций вот ну это тоже сложная сложная очень тема потому что она сложная опять же с точки зрения понимания потому что понимание то понимание компетенций которое заложено в Мудле оно основано на международной на международном опыте трактовки компетенций и ничего общего не имеет с нашей С нашей педагогической системой, которая, когда мы пишем знать, уметь владеть, вот, и туда там что-то расписываем, вот, она имеет мало что общего, и там совершенно другие заложены возможности, вот, и поэтому ее надо понимать, как настраивать эту, как она устроена, эта система компетенций, как ее надо настраивать. Но самое интересное, что вот это вот, в Мудли как бы сейчас параллельно идут два решения, потому что мы привыкли, что у нас поток обучения, вот он как матрица, да, то есть у нас есть такой учебный план, там группа, группа по строчке, в колонке учебной дисциплины, которые они должны пройти. А если мы переходим к системе компетенций, то там мы можем строить индивидуальный учебный план, вот то, что все время с нас требуют, чтобы была индивидуализация обучения, чтобы был индивидуальный учебный план. И вот это вот достигается в Мудли, это достигается тем, что создается система компетенций, и вот в зависимости от того, как построена вот эта система компетенций, создается индивидуальный учебный план. Как для целой группы можно создать индивидуальный учебный план, то есть траектория обучения каждой группы отдельная, она будет не похожа на траекторию обучения другой группы. Или можно создать индивидуальный учебный план для отдельного студента, для отдельного студента, для нескольких студентов. И вот это понятие компетенций, и оно потом опосредованно переходит в индивидуальный учебный план и создание индивидуальной траектории обучения, которая возможна в рамках Мудла. Вот, ну и в качестве практикума тоже там будет происходить настройка собственной системы компетенций. Не знаю, в какой степени я долго думал, включать ли эту тему вообще, вообще в этот курс, потому что сейчас какой-то, не очень понятно, что будет вообще с этой системой компетенций. Может, ее как вражескую исключат, чему я буду очень рад, потому что считаю, что это все-таки заимствование западной системы обучения, которое не прижилось на нашей педагогической почве. Вот, но пока что, в общем, ее решил оставить эту тему. Вот, может быть, она кому-то и пригодится. Девятая тема – это организация учебного процесса, значит, зачисление на курсы, группы, потоки, режимы групповой работы в курсе, глобальные группы, потоки, массовые операции со студентами, то есть как зачислять на курс, как отчислять с курса, как создавать группы. Ну, у нас вот по нашей практике мы все-таки пришли к тому, что технологии глобальных групп, то есть у нас создаются каждый год глобальные группы, в которых обучаются студенты, потом эти глобальные группы записываются на курсы. Вот, но при этом еще возникает большая проблема, которая тоже не до конца осознанна, не до конца решена, это проблема удаления мусора. То есть через не очень, вот мы сейчас только начинаем, после двух лет, наверное, эксплуатации, двух лет эксплуатации, начинаем подходить к этой проблеме. Сколько времени хранить эту информацию про студента, с какого момента мы можем ее удалять, вот, и как мы ее должны удалять, как мы должны чистить эти курсы, вот, и это тоже требует своего обсуждения, требует создания своего технологического регламента по работе. Вот, ну, в общем, тоже этому посвящена вот отдельная тема, когда, как это все обрабатывать, как организовать этот процесс, как разделить права доступа между преподавателем, который деканатом, должен ли деканат там контролировать преподавателя, как он проводит этот учебный курс, или не должен, только должен смотреть, что должно получаться. В общем, тут много достаточно таких практических вопросов, которые можно рассматривать. Ну, и последняя тема курса, это электронный учебный курс, как интеллектуальная собственность. Потому что сейчас все создают учебные курсы, вот, и мы с вами должны понимать, как регистрируется, как регистрируется интеллектуальная собственность, как регистрируется, как оформить, как, что такое интеллектуальная собственность на учебный курс, как ее оформить, каким образом, каким образом, каким образом зарегистрировать, вот, и, например, вот мы рассматриваем, каким образом зарегистрировать в РИНС. У меня в РИНС есть зарегистрированный электронный учебный курс для примера, и я, так сказать, готов, могу этим опытом поделиться, каким образом его там зарегистрировать. Ну, вот здесь вот вопрос, что общего с Google Classroom? Я, к сожалению, с Google Classroom не сильно знаком, не провожу в нем обучение, но я, насколько я понимаю возможности, Google Classroom это просто некая платформа, где вы выкладываете какие-то электронные учебные материалы, вот, и получаете какой-то с этого отклик. А Moodle это полноценная система управления обучением, которая включает не только возможности выложить материалы, но и управление группами, то, что я говорил, управление группами, потоками, журнал оценок, компетенции, там, ну, и так далее. То есть это большая, очень большая, такая функциональная, очень функциональная система управления обучением. Ну, и последнее, там, пара административных вопросов. Значит, пара административных вопросов, с чего надо начинать, можно это обсудить. Во-первых, надо решить, способны ли преподаватели самостоятельно разработать УНК, или электронный учебный курс, или для этого им надо пойти обучаться. Располагает ли учебное заведение техническими специалистами, способными поддерживать дистанционное обучение. Имеются ли в учебном заведении технические возможности. Обладает ли учебное заведение коммуникационными возможностями для поддержания дистанционного контакта. Вот, когда, это уже практически, когда вы начинаете переходить ко внедрению системы электронного обучения. Значит, для того, чтобы вам успешно их внедрить, необходимо, если так, по ролям рассказывать, группа преподавателей, которые способны методически, методически, грамотно разработать, спроектировать учебный курс. Потом необходимы специалисты, которые представляют материалы, переводят в электронную форму и туда вкладывают в эту систему обучения. Специалисты, которые, тьютеры, которые работают со студентами, там посылают им извещения и так далее. Вот, и то поддерживают. Ну, у нас, по крайней мере, вот эти вот все три последних функции. А, в принципе, даже и все, наверное, у нас выполняют преподаватели. У нас выполняют преподаватели. Значит, я являюсь преподавателем. Вот, ну и плюс к этому ведущим специалистом отдела электронных учебных курсов и чего-то там еще. Он там длинно, как-то он называется, делал. Вот, и в мои обязанности входят... Значит, мы установили Moodle, провели обучение преподавателей. Я проводил вот как раз по вот этой структуре. Там у нас порядка 250 человек прошло обучение. После этого наши программисты у нас установили Moodle. Вот, и после этого я уже, наш отдел стал... То есть, разделение труда, дирекция, так сказать, она преподавателей давит, стимулирует, да. То есть, кто ленится разрабатывать, тех давит. Кто разрабатывает, тем немножко платит за разработку учебного курса. Вот, а я сижу, значит, на консультациях. Они приходят, там спрашивают, консультируются, спрашивают, как что-то сделать. Ну, и вот так вот постепенно, достаточно медленно, причем этот процесс движется. На сегодня у нас, по-моему, 35% от необходимых учебных курсов переведено в электронный вид. Ну, и, соответственно, вот мы там над этим работаем. Ну, здесь вот последний раз, когда я участвовал в онлайн-курсе, вот тут диплом есть, чтобы вы не сомневались в квалификации. Ну, здесь вот можно, в принципе, написать. Вот, и Павел Калиников, он организует учебный курс. Вот, поэтому давайте, какие есть ко мне вопросы. Давайте, задавайте, какие вопросы есть. Пожалуйста. Вот, я буду рад видеть, если вы все решитесь записаться и практически что-то попробовать. Дело это такое нетривиальное, интересное. Вот, надо сильно его продумывать. Ну, это, опять же, мой авторский взгляд. Считаю, что чем лучше продумаете, то тем лучше будет. Вот. Так что, если вопросов, вопросов, если нет, то давайте. Да, запись будет, все записывают. И потом выкладываются эти материалы, их потом можно просматривать повторно. Вот, тут уже передаю Татьяне Телегиной управление нашим вебинаром, поскольку она сейчас вам будет рассказывать, где скачать материалы, как скачать. Всем вас хочу сказать спасибо за то, что потратили время, послушали. Вот, давайте на этом мы с вами прощаемся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...